Внезапно широкую огласку получил снюс без табака, реклама которого строится на преподнесении его в качестве более здоровой альтернативы привычному курению. В поисках способа обойти закон этот продукт продается с различными вкусами, которые запрещены в табачных изделиях и электронных сигаретах. Сегодня в Крыму его можно приобрести без труда, и продавцы уверяют, товар пользуется большим спросом. Крымчане уже охотно опробовали никотиновую новинку, однако по вкусу она пришлась не всем. Ну я попробовал, сразу понял, типа не понравилось, типа разведается внутри, это неприкольно. Потом по лечам ходить и может быть выпустить губы. Он влияет на систему, там разрушает полость рта, ну я не вижу смысла его кидать, я вот завязал, один раз попробовал и все, вот мне не понравилось, например. Я не знаю, как вот дети его пробуют, вот травятся в школах. Я думаю, надо закон, который Аксенов решил сделать, то, что уголовную ответственность все-таки давать заснюсь. Ну, если делать выбор между сигаретами, это я считаю лучшие сигареты, это мое личное мнение, чем это СНЮС. Насколько я слышал, что содержатся какие-то там химикаты в нем, и если переборщить, то какие-то последствия после него, какие-то побочные действия вызывают. Всеми известный факт. Пользователи бездымного табака поглощают в десятки раз больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. При употреблении СНЮСа можно получить до 22 миллиграмм никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, в кровь все равно поступает большое количество ядовитого вещества. Причина в том, что он остается во рту дольше по сравнению с сигаретным дымом. Вредные химические вещества дольше воздействуют на организм. Сам по себе никотин неприятный. Он горький, он разъедает слизистый и начинает печь, жечь неприятные ощущения. Кроме того, сам организм реагирует. То есть сама по себе рвота, которая возникает, это и является попыткой организма освободиться от яда. Могут быть самые различные последствия со стороны вегетативной нервной системы. То есть это со стороны желудочно-кишечного тракта, со стороны нервной системы, со стороны дыхания. Может способствовать возникновению онкологических заболеваний, той же ротовой полости глотки. Среди молодого поколения СНЮС считается безопасным и модным. Для подростков употребление вещества не просто вредно, но и опасно. Последствия могут стать плачевными. Тогда, когда начинается употребление в таком возрасте или пробы таких вот, то сосуды очень сильно реагируют. Таким образом, как правило, либо спазм, либо расслабление. Это чревато чем? Потеря сознания, могут быть судороги, может быть психомоторное воздействие. И возникает это в первую очередь за счет никотина, которого там содержится, и всех остальных добавок, которые там есть. Медики уверяют, не существует безвредных для здоровья средств, которые содержат никотин. Это вещество вызывает привыкание, а значит, уже относится к наркотикам. Сегодня перед родителями стоит непростая задача – уберечь своих детей от очередной ядовитой новинки. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова